К другим новостям. В последнее время конфликты между жильцами и жилищно-коммунальными службами нарастают повсеместно. Коммунальщики говорят о своих проблемах, потребители о своих. У каждого своя, правда. Разобраться порой непросто. Многие настаивают на том, что полностью необходимо менять политику в этой сфере, ориентируясь на опыт других государств. В некоторых российских регионах определенные сдвиги в положительную сторону уже есть. Какие именно? В нашем репортаже. Более двухсот экспертов в области жилищно-коммунального хозяйства со всего ПФО собрались в Чубаксарах на семинаре-совещании, чтобы обсудить острые вопросы и поделиться опытом. Одна из самых главных тем – контроль за качеством работы управляющих компаний. Больше всего нареканий у жителей многоквартирных домов именно в адрес УК. Только за прошлый год у нас выявлено более 60 нарушений административных в серии цены образования. Благодаря существенной санкции, которая составляет 50 тысяч ДО-дисквалификаций от должностного лица, нам удалось как-то заставить ряд управляющих компаний работать в правовом русле. От услуг управляющих компаний жители некоторых регионов отказываются. Есть множество примеров, когда люди без поддержки государства ремонтируют жилье благодаря рациональному расходованию текущей квартирной платы. Яркий пример – Астраханская область. У нас по полумиллионному городу Астрахани более половины домов вышли в непосредственно управление. То есть люди ушли из-под посредников, они напрямую платят за коммунальные услуги, коммунальным компаниям, понимая, что в этом случае их не отключат по долгам неплательщиков, и деньги, собранные на ремонт крыши, не уйдут по долгам отдельных граждан, не заплативших заводу. Таким образом, жители Астрахани за 3-5 лет без копейки помощи от государства смогли привести в порядок свои дома. Отремонтировали крыши, инженерные сети, счетовые и многое другое. Олег Шейн уверен – там, где развита конкуренция и люди взяли управление домами в собственные руки, ограничили аппетиты частных монополий, коммунальное хозяйство не представляет какой-то специфической проблемы. Как отметил депутат Госдумы России Анатолий Аксаков, у Чувашии тоже есть свои наработки, которые можно использовать при внесении изменений в текущие правительственные постановления. Уже неплохой опыт накопленный, есть союз собственников жилья, он активно работает, и городские власти Чебоксары уже начали к ним прислушиваться, и многие их замечания они учитывают в своей работе. Прокуратура обращает внимание на обращение вот этого союза собственников жилья. Многие действия управляющей компании, прокуратурой отменены. Цель этого совещания, она очень конструктивная, мы здесь не собираемся лузунки говорить, мы собираемся делиться опытом и учить друг друга, помогать друг другу, понимать, как лучше, быстрее изменить ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве. Участники семинара совещания озвучили проблемы, характерные для каждого региона, предложения по изменению ситуации к лучшему. В итоге было принято решение о том, чтобы создать единый орган, координационный совет, который сможет не только контролировать, как работают управляющие компании, но и то, как соблюдается жилищное законодательство и права граждан. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика.